Всероссийский саммит виноделов – эффективная профессиональная площадка для обмена передовым опытом. Именно поэтому виноградари и виноделы со всей страны встречаются здесь, в Абрау-Дюрсо, уже в восьмой раз. Среди многих обсуждаемых вопросов один был главным – качество винодельческой продукции. Пусть они должны научиться конкурировать, а условия для нормальной, прозрачной конкуренции – вот это задача власти. Но для конкуренции, еще раз подчеркну, а не для каких-то там радикальных способов сбалансировано все должно быть. Сбалансировано. Поэтому я сторонник, еще раз подчеркну, не революции, виноделии, наградостные, каких-то мер, а революции. Потому что мы все-таки шли к рынку цивидом, к цивилизованному рынку, но он должен быть. А вы должны научиться конкурировать, в том числе, и на этом рынке. А вы должны обеспечить возможность равной конкуренции. Мы это власти. В ходе встречи губернатор не раз подчеркнул заинтересованность краевой власти в развитии виноделия. На сегодняшний день Кубань – один из главных винодельческих регионов страны, который собирает половину российского винограда и производит столько же вина. Более того, планируется увеличить объем производства еще на 20%. Надо начинать с виноградников. Сегодня надо закладывать как можно больше виноградников. И для этого нужно закон о вине и винограде и вине. Что касается новороссийских виноделов, то они давно и прочно занимают лидирующие позиции в отрасли. Винный дом Абрау-Дюрсо в представлении не нуждается. Торговая марка Семигорье пользуется огромным спросом у жителей региона и страны. Именно поэтому кубанские вина признаны лучшими винами России сразу в пяти номинациях из шести. Спасибо великому жюри и спасибо нашей команде. Членами судейской команды, а это одни из самых популярных международных экспертов из Великобритании, Финляндии, Испании, Гран-при ежегодного дегустационного конкурса «Кубок Союза виноградарей и виноделов России» был присужден винам Абрау-Дюрсо. Это наши первые риски, которые мы сделали, хотя старались очень. И нашим виноделам, надо сказать большое еще раз спасибо. Но в шампанском, ребята, семь лет ничего. Мы в самый большой шампанский дом в России сегодня по объему продаж. И на восьмой год, наконец-то, это случилось. Победы новороссийских виноделов – результат огромного труда коллективов предприятий, обеспечивающих весь цикл качественного производства – от куста винограда до полки в супермаркете. Но для того, чтобы копилка побед продолжала пополняться, виноградарям и виноделам нужна поддержка на всех уровнях власти. «Последние четыре года пошло движение в области виноградарства и виноделия. Много решено на государственном уровне. Сейчас в первом чтении принят уже проект закона. Сняты ряд барьеров. Сегодня большие подвижки в Крыму и здесь, на Кубани». Убедиться в качестве российских вин можно было на самой масштабной в стране выставке-презентации, на которой представлены вина как от самых значимых предприятий отрасли, так и от новых игроков винного рынка. Так, винодельня «Мысхака» после длительного периода стагнации вновь уверенно заявила о качестве и популярности своей продукции. Бренд «Мысхака» вновь вернулся на рынок. «Качеству уже на сегодняшний день уделяется внимание. Я вижу как винодел, как руководитель, что в следующем году мы сделаем прорыв в некие создание новых винеек, создание новой ассортиментной матрицы с новым качеством винного рынка». Успехи новороссийских виноградарей и виноделов являются подтверждением надежд губернатора Краснодарского края. Только в этом году на новороссийской земле собрано почти 11 тысяч тонн винограда. произведено более 30 миллионов бутылок качественного вина. Ирина Ищенко, Денис Ротарь, Новая Россия.